Вот этот масштаб на национальном уровне, такого массивного участия, я не случайно сиронизировал, потому что некоторые эксперты, я в определенных студиях слышал, оценивают масштаб финансирования компании. И опять же, надо понимать, что здесь, да, есть местные схемы, но большинство денег, это деньги, которые вбухивает Кремль в эту избирательную кампанию, делая ставку на дестабилизацию или дискредитацию, скажем так, демократического процесса выборов. Вот таким образом, речь идет о суммах, которые доходят до 50 миллионов евро, сброшенных в эту избирательную кампанию, да, разных участников. Я не исключаю, что это не только шансу, но там, так сказать, и параллельно идущие вот эти клоны, они тоже там и возрождение. Это информация известна, вот вы ее озвучили, значит, вы ее где-то узнали, прочитали и так далее. Значит, это работа для полиции, это работа для прокуроров, для следователей, для судей и так далее. Это работа для наших правоохранительных органов. Это я для телезрителей сказал, чтобы они оценили масштаб вообще коррупции, который происходит в, в общем-то, ординарных рядовых местных выборах. О каких суммах будет идти речь, если это все не закончится на президентских и парламентских, можно себе только представить. Продолжение следует...